Центр общественной инициативы Скольким молодым людям удалось вам помочь? Сколько людей обратились? Обратились к нам уже около 50 человек, даже, может, больше Но помочь мы пока успели не всем, поскольку это была все-таки весна И мы закончили учебный год через 2,5 месяца Поэтому сейчас мы продолжаем проект Но могу сказать, что 3 человека ушли на работу, которым нам удалось помочь 2 человека поступили на заочное отделение продолжать учебу И один молодой человек пошел учиться в стационар На кого они учились? Какие профессии осваивали? Или все совершенно разные? Чтобы понять примерно спектр Да, я бы сказала, наверное, больше о том времени, как мы сейчас планируем Сейчас у нас разные профессии, например, строительные для мальчиков Девочки хотят пойти на повара, кондитера На помощник учителя в детском саду Есть также интересующаяся логистикой Очень много желающих просто на кондитера То есть повар это отдельная специальность, кондитер, отдельная специальность Сладкое любят все, да? Да, и даже мальчики идут туда с удовольствием Кроме того, мы хотели еще предложить в разных учебных заведениях В наших профессиональных учебных заведениях Предложить те курсы, которые там сейчас проводят по другому проекту И туда тоже мы записываем молодых людей Так а чем, собственно, вот эта деятельность отличается от того, что делается в среднеспециальных учебных заведениях в ПТУ? Все дело в том, что молодые люди часто уже обзаводятся семьями в этом возрасте до 29 лет И если в ПТУ надо учиться 3 года, мы стараемся дать им такие курсы, чтобы они получили специальность за более короткий срок Ну, например, если мы хотим предложить профессию повара-кондитера, то мы предлагаем им 300 часов Или, например, парикмахер, тоже где-то в районе 300-350 часов Вот в этом, наверное, разница Центр общественной инициативы еще какие-то знания дает, помимо того, что предлагает освоить новые навыки работы? Да, мы начинаем с того, что они приходят к нам, мы их определяем в клуб, где они знакомятся с условиями работодателей То есть какие документы они оформляют, они могут познакомиться с условиями интервью, насколько они умеют себя держать То есть их обучают, в принципе, представлять себя работодателю, готовить CV и так далее Рекламировать Да, рекламировать Совершенно верно И, кроме того, еще у них есть возможность пройти азы предпринимательства Если молодой человек или девушка хотят пойти работать в семье Совершенно верно То тогда они, в принципе, знакомятся с этим заранее Вот такие курсы у нас уже весной прошли И четыре молодых человека даже защитили свои идеи И все это бесплатно? Кто это финансирует? Или с какой-то частью расходов приходится считаться и самостоятельно? Это финансирует Европейский социальный фонд И для молодых людей абсолютно это ничего не стоит Кроме того, что мы им предлагаем бесплатное обучение Мы предлагаем еще им стипендию И людей, которые приезжают из-за пределов Таллина Мы им оплачиваем транспортные расходы А проживание? Вот с проживанием у нас не получается Поскольку проект у нас рассчитан на людей из Харьума То они вечером уезжают домой После окончания учебы уезжают домой У нас такой услуги нет, к сожалению То есть получается, что вчерашний школьник, который никуда не поступил Может обратиться к вам Может обратиться тот человек, который в силу семейных обстоятельств Уже не может пойти в учебное заведение Которое требует обучения на протяжении нескольких лет Вот для всех этих людей вы работаете Да И если у нас появляются молодые мамы с детьми То мы можем предоставить им еще и даже уход за ребенком На то время, пока она у нас занимается То есть ребенка можно оставить в какой-то специальной детской комнате? Совершенно верно Просто какой-то коммунизм в хорошем смысле этого слова Действительно интересным делом вы занимаетесь И мы желаем вам в нем удачи Напомним также нашим зрителям По какому телефону можно связаться с этим центром общественной инициативы? Четыре пятерки, ноль три девяносто семь Номер вы видите на своем экране Обязательно его запишите и воспользуйтесь таким замечательным случаем Кроме того, у центра общественной инициативы есть и сайт Давайте его тоже покажем, чтобы вы знали, куда обращаться Светлана Королева была у нас в гостях Хорошего вам дня, спасибо и до свидания Субтитры сделал DimaTorzok